The Emperor has been expecting you. Жизнь на их родной планете Корри Бани была очень жестокой и у большинства местного населения была склонность к владению тёмной стороной силы. Но однажды часть ситов была похищена с их родной планеты и перенаправлена на Тайтан, где краснокожие ситы начали новую жизнь, влившись в ряды Ордена Джедаи, Ордена, который в будущем эволюционирует во всем известных джедаев. Джедаи верили в то, что сила должна быть в балансе, и их философия во многом была похожа на философию Квайгон Джина, а также Бенду из нового канона. Джедаи, слишком углубившиеся во тьму, были обязаны медитировать на одном из спутников Тайтана – Богане, а те из джедаи, кто слишком тесно прикоснулся к светлой стороне, должен был провести сеанс медитации на другой лоне Тайтана под названием Ашлу. В те далекие времена, за 25 тысяч лет до событий фильмов, представители расы ситов уже довольно широко расселились по Тайтану и окрестным планетам, поэтому было неудивительно, что многие из них вступили в Орден Джедаи и стали служить великой силе и обязались сохранять ее баланс. В отличие от джедаев, или лучше сказать джедаев, ударение на первый слог эпохи войны клонов, стеснявшихся пользоваться темной стороной силы и придумывая различные способы обойти запрет, вроде изобретения особого подвида силовой молнии, называемой электрическим правосудием, джедаи не стеснялись в экспериментах, и поэтому во времена рождения нашего сегодняшнего героя по имени Сек Нос Рас, молния силы была довольно распространенной способностью, и джедаи из расы ситов, любивший внимание публики, решил изобрести новую, куда более красочную форму молнии силы, называемую Шаровой молнией. На тот момент уже закончилась довольно крупная война – Война Деспота, в которой джедаи помогли сохранить мир, победив войска диктаторши Хаддия. Не имея возможности принять участие в вышеуказанной войне, Сек Нос Рас очень хотел принять участие в каком-нибудь другом крупном конфликте, ибо он по своей молодой глупости думал, что война – это весело. Да, как же он ошибался. Однажды Сек наткнулся на человека по имени Зеш, которого также иногда называют Ксёш, этот человек был ищейкой силы, служащим Империи Раката. Обладая таким мощным оружием, как меч силы, Зеш легко победил в бою Сека и его товарищей, носивших обычные металлические мечи, но в одиночку против их способностей силы противнику сражаться было невозможно, и тот решил отступить. Группа джедаиев стала преследовать Зеша до тех пор, пока тот не добрался до зоны, называемой Ужас-Руха, где на того напали огромные червеподобные Саарлы. Убить Саарла, преследующего Зеша, сразу не удалось, и группа попыталась скрыться в пещерах, при этом отобрав у Зеша его таинственное оружие – силовой меч, которое Сек Нос Рас попытался включить, но не смог. В конце концов ужасное существо было убито, а Зеш был арестован и сослан на Боган, чтобы медитировать и привести свою силу в баланс, поскольку он с детства жил среди Раката и был полностью поглощён тёмной стороной силы. Через некоторое время Раката начали массовую атаку на Тайтан и Рас решил проявить себя как отважного воина в битве против них, но он был схвачен в плен, где он перешёл на тёмную сторону и предал своих старых компаньонов. В конце концов его жизнь подошла к концу. Вторжение было отбито, а сторонники Тьмы были преданы на анафеме Ордена Джедаи, вследствие чего сторонников Света на Тайтане оказалось очень много и было решено отойти от идей баланса в угоду Светлой Стороне Силы. По легенде, именно это и дало начало тому Ордену Джедаев, который мы все сейчас знаем и при этом и любим и ненавидим одновременно. А как ты относишься к Секнос-Расу в частности и ко всему Ордену Джедаи в целом? Пиши о своих мыслях в комментариях. Но на этом наше видео подходит к концу, и если оно тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться на мой канал, ведь у меня регулярно выходит множество интересных видео о Звёздных Войнах. Доброго тебе дня и большое спасибо за внимание к этому видео. Как сообщество моего канала, так и моя группа ВК всегда ждут тебя в своих рядах. Ссылка как всегда дана в описании. Спасибо за просмотр и да пребудет с тобой Сила всегда!